Уильям Сомерсет Моем 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 Сомерсет Моем Уильям Сомерсет Моем 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 Сомерс Адама. Меня? Она очень хотела повидаться с вами. Это маркиза де Сан-Эстебан. Это имя мне ничего не говорило. Тут какая-то ошибка. Не успел я произнести эти слова и вяло оглядеться, как, протянув руки и широко улыбаясь, ко мне подошла какая-то дама. Я был совершенно убежден, что никогда раньше ее не встречал. Она сжала мои ладони, сразу обе, в жарком рукопожатии и затороторила по-французски. Как приятно встретить вас после стольких лет! Я узнала из газет, что вы остановились в этом отеле и сказала себе, я должна взглянуть на него. Сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами танцевали. Страшно подумать. А вы все еще танцуете? Я танцую. А ведь я бабушка. Конечно, я располнела, но не обращаю на это внимания, и потом танцы не дают располнять еще больше. Она говорила с таким напором, что я слушал ее, затаив дыхание. Это была остатная женщина в возрасте, с толстым слоем косметики на лице и темно-рыжими, коротко стриженными волосами, явно крашенными, одета по последней парижской моде, которая никогда не идет испанком. Но у нее был веселый, сочный смех, такой заразительный, что тоже хотелось смеяться. И было видно, что она живет в свое удовольствие. Смотреть на нее было приятно, и я вполне допускал, что в молодости она была красавицей. Только я никак не мог припомнить, кто она. Пойдемте выпьем по бокалу шампанского и вспомним старые времена. Или вы предпочитаете коктейль? Наша милая старушка Севилья изменилась, правда? Вечерний чай с танцами и коктейли. Совсем как в Лондоне и Париже. Мы не отстаем. Мы тоже цивилизованные люди. Она повела меня к столику неподалеку от танцующих. И мы уселись. Я больше не мог притворяться. Я бы только попал в еще более неловкое положение. Ужасно глупо, но, боюсь, я не способен припомнить ни одного человека с вашей фамилией в старой Севилье. — Санны Стебан? — перебила она. — Конечно же, нет. Мой муж — уроженец Саламанки. Он был на дипломатической службе. Теперь я вдова. Вы знали меня как Пилар Карлсон? — Конечно, перекрасив волосы в рыжий цвет, я слегка изменилась, но в остальном, полагаю, я все та же. Совсем не изменились. Поспешил я заверить. Меня просто сбило с толку ваше имя. Разумеется, теперь я ее вспомнил. Но в тот момент меня волновало только одно — не выдать, как ужаснуло и в то же время развеселило меня то, что та самая Пилар с которой я танцевал на вечеринках у графини де Марбелла и на ярмарке, превратилась в эту располневшую и вполне современную вдовствующую маркизу. Я никак не мог прийти в себя, однако следовало быть начеку. Я не представлял, знает ли она, что я прекрасно помню историю, потрясшую в свое время Севилью. Так что я с облегчением вздохнул, когда она бурно распрощалась со мною, и я смог без помех предаться воспоминаниям. В те дни, сорок лет тому назад, Севилья еще не стала преуспевающим торговым городом. В ней были тихие белокаменные мощеные улочки и множество церквей. На их колокольнях аисты вели гнезда. Матадоры, студенты, бездельники весь день прогуливались по Сьерпису. Жизнь была легкой. В те времена, разумеется, еще не было автомобилей, и житель Севильи отказывал себе во всем, придерживаясь строжайшей экономии, лишь бы держать выезд. В жертву этой роскоши он был готов принести самые жизненно необходимые вещи. Каждый, кто хоть в какой-то мере претендовал на светскость, ежедневно с пяти до семи дефилировал в своем экипаже Бо Дилисиас, променаду вдоль берега Гвадал Кривира. Там можно было встретить какие угодно экипажи. От новомодных двухместных до старинных развалюх, которые, казалось, вот-вот распадутся на куски прямо на глазах. Там были и великолепные рысаки, и желтые, жалтые клячи, чей печальный конец на арене Кариды был уже не за горами. Но один экипаж неизменно приковывал к себе взгляд человека, впервые здесь оказавшегося. Это была прелестная новенькая Виктория, которую везли два красавца-мула. Кучер и Форейтер были одеты в народные костюмы Андалузии светло-серого цвета. Это был самый роскошный выезд за всю историю Севильи, и принадлежал он графине де Марбелло. Она была француженкой и, выйдя замуж за испанца, переняла все обычаи и манеры его страны, но с парижским лоском, что придало им особую выразительность. Остальные кареты ползли черепашьим шагом, чтобы их ездоки могли и себя показать, и других посмотреть, но графиня со своими мулами дважды стремительно проносилась туда и обратно вдоль Делисиес, быстрой рыццой меж двух медленно ползущих верениц и уезжала прочь. В ее поведении было нечто царственное. Глядя, с каким изяществом она проносится мимо в своей щегольской карете, голова гордо посажена, волосы золотятся таким ослепительным блеском, что не верится, будто они настоящие, нельзя было усомниться, что ее положение в обществе вполне заслужено. Она со своей французской живостью и уверенностью задавала тон. Ее суждения были законом, но у графини было слишком много обожателей, и, следовательно, столько же недоброжелателей, и самым непреклонным из них была вдовствующая герцогиня Де Дос Палас. Ведь и происхождение, и социальное положение позволяли ей по праву претендовать на первое место в обществе, которое француженка завоевала грацией, умом и оригинальностью. Так вот, у герцогини был единственный ребенок, дочь, Донья Пилар. В 20 лет, когда я с ней познакомился, она была очень красива. Великолепные глаза, а щечки, сколько ни ищи, менее избитое сравнение, все равно на ум не приходит. Точно персик. Очень худенькая, довольно высокая, особенно для испанки, с ярко-алыми губами и ослепительно белыми зубками. Густые блестящие темные волосы замысловато уложены по тогдашней испанской моде. Она была необычайно притягательна. Огоньки ее черных глаз, теплая улыбка, соблазнительные движения обещали столько страсти, что, пожалуй, это было даже предосудительно. Она принадлежала к тому поколению, которое силилось сломать вековые условности, требовавшие, чтобы молодые испанки из хороших семей до замужества не появлялись в обществе. Я частенько играл с ней в теннис и танцевал на вечеринках у графини де Марбелла. Герцогиня считала вечеринки, которые устраивала француженка, шампанским и горячим ужином, пустым бахвальством. Когда у нее самой бывали приемы в ее огромном особняке, а это случалось лишь дважды в году, гостям подавали лимонад и печенье. Но герцогиня, как и ее покойный муж, держала быков для кориды, и когда опробовали молодых бычков, она устраивала для друзей ланчи-пикники на лоне природы, очень веселые и совсем не чопорные, но с налетом феодальной пышности, которая совершенно завораживала мое романтическое воображение. Однажды, когда быки-герцогини должны были участвовать в Севильской кориде, я сопровождал их ночью в свите Доньи Пилар. То было очаровательное приключение ехать ночью на горцующих андалузских скакунах, а шесть быков в окружении валов с грохотом бежали за нами. Немало мужчин, богатых, либо знатных, а подчас и богатых, и знатных просили руки Доньи Пилар. Однако, несмотря на увещевание ее матушки, все они получали отказ. Сама герцогиня вступила в брак в пятнадцать лет, и ей казалось просто неприличным, что ее двадцатилетняя дочь все еще не замужем. Герцогиня спрашивала у дачери, чего та, собственно, дожидается. Нелепо так привередничать. Вступить в брак – это ее долг. Но Пилар была упряма и каждый раз находила предлог отказать очередному жениху. Но, наконец, правда вышла наружу. Во время своих ежедневных прогулок вдоль Делисиас, которые в своем громоздком старомодном ландо герцогиня совершала в сопровождении дочери, мимо них вдвое быстрее проносилась графиня и с конца в конец променадой обратно. Да, мы были в таких плохих отношениях, что старались не замечать друг друга. Но Пилар не могла глаз отвести от щегольского экипажа и двух красавцев-мулов, а чтобы не встречать иронического взгляда графини, смотрела на кучера. Он был самым красивым мужчином Севильи, да еще в шикарной ливрее. Так что было на что посмотреть. Конечно, никто точно не знает, как все произошло, но, вероятно, чем больше Пилар любовалась кучером, тем больше ей нравилась его внешность. Так или иначе, ведь большая часть этой истории покрыта мраком, эта парочка встретилась. В Испании разные сословия перемешаны таким причудливым образом, что дворецкий может оказаться более благородных кровей, чем хозяин. Пилар, полагаю, не без удовольствия узнала, что куча принадлежит старинному роду леонов, одному из самых почтенных в Андалузии, и по части происхождения действительно ей ровня. Только она провела жизни в герцогском особняке, а его судьбой было добывать хлеб насущный на козлах Виктории. Но никто из них об этом не жалел, ведь только на этом высоком посту он мог привлечь внимание самой разборчивой девушки в Севилье. Они страстно влюбились друг в друга. Случилось так, что как раз в это время молодой человек, маркиз де Сан-Эстебан, с которым дамы предыдущим летом познакомились в Сан-Себастьяно, написал герцогине и попросил руки Пилар. Это был весьма подходящий жених, и, кроме того, члены обоих семейств время от времени вступали в брак еще со времен Филиппа II. Герцогиня твердо решила, что не будет больше потакать всякой доре, и, сообщив Пилар о предложении, добавила, что та достаточно долго увиливала и теперь должна либо вступить в брак, либо идти в монастырь. «Я не сделаю ни того, ни другого», ответила Пилар. «Что же ты тогда намерена делать? Я и так слишком долго с тобой нянчилась. Я собираюсь выйти замуж за Хусе Леона». «Это еще кто такой?» Пилар на мгновение замялась, и, возможно, будем на это надеяться, слегка покраснела. «Это кучер графини». «Какой графини?» «Графини де Марбелла». «Я прекрасно помню герцогиню и уверен, что, разозлившись, она ни перед чем не останавливалась. Она бушевала, она умоляла, она рыдала, она убеждала. Разыгралась ужасная сцена. Некоторые говорят, что она отхлестала дочь по щекам и вцепилась ей в волосы, но мне кажется, что Пилар при таком обороте событий была способна и сдачи дать. Она твердила, что любит Хусе Леона, а он ее. И она во что бы то ни стало решила выйти за него замуж. Герцогиня собрала семейный совет. Он ознакомился с положением и решил, чтобы спасти семью от бесчестия, Пилар надо увезти из города и не возвращаться, пока она не избавится от своего наваждения. Пилар разузнала об этом плане и положила ему конец. Выскочила однажды ночью, пока все спали, из окна спальни и отправилась жить к родителям своего возлюбленного. Это были почтенные люди, обитавшие в маленькой квартирке в бедном квартале Триана на другом берегу гвидал Квивира. После этого скрывать правду стало невозможно. Машина закрутилась, и во всех клубах вдоль серписа только и разговоров было, что о скандале. Официанты буквально сбивались с ног, разнося членам клубов подноса со стаканчиками мензонины из соседних винных лавочек. Люди судачили и посмеивались над скандалом, а отвергнутые отвергнутые женихи Пилар получали множество поздравлений с тем, что избежали на пасти. Герцогиня была в отчаянии. Она не могла придумать ничего лучшего, как обратиться к архиепископу, своему близкому другу и бывшему духовнику, и попросить его образумить потерявшую голову девушку. Пилар призвали в архиепископский дворец, и добрый старик, привыкший выступать посредником в семейных ссорах, сделал все возможное, чтобы убедить ее в неразумности ее поведения. Но Пилар не слушала никаких резонов и отказывалась бросить своего возлюбленного. Привели герцогиню. Она ждала в соседней комнате, и та сделала последнюю попытку вызвать к дочери. Тщетно. Пилар вернулась в скромную квартирку, а рыдающая герцогиня задержалась у архиепископа. Старик был не только благочестив, но и хитер, и когда он увидел, что герцогиня успокоилась настолько, что могла его выслушать, посоветовал, как последнее средство обратиться к графине Марбелло. Это умнейшая женщина в Севилье. Быть может, она что-нибудь да придумает. Сначала герцогиня с возмущением отказалась обратиться с просьбой к своему заклятому врагу. Она не перенесет такого унижения. Да скорее родовой дом герцогов доспалось превратиться в руины. У архиепископа был большой опыт общения с несговорчивыми дамами. С присущим ему мягким лукавством он обеждал герцогиню изменить свое мнение. И в конце концов она согласилась отдаться на милость француженке. Была и негодованием она все же послала записку с просьбой о встрече. И в тот же день ее провели в гостиную графини. Разумеется, графиня одной из первых узнала о скандальной истории. Однако она выслушала несчастную мать с таким видом, будто до того находилась в полном неведении. Она от души наслаждалась сложившейся ситуацией. И видеть у своих ног мстительную герцогиню было просто пределом мечтаний. Но в глубине души графиня была отзывчива и к тому же обладала чувством юмора. Положение крайне неприятное, сказала она. И я глубоко сожалею, что один из моих слуг тому виной. Однако не понимаю, чем я могу помочь. С каким удовольствием герцогиня отхлестала бы ее по размалеванному лицу. От усилий сдержать свой гнев ее голос слегка дрожал. Я прошу о помощи не для себя. Только ради пилар я знаю, все мы знаем, что вы умнейшая женщина в Севилье. И мне кажется, собственно, архиепископу кажется, что если из этого положения существует выход, то вы со своим острым умом его найдете. Графиня понимала, что это неприкрытая листь. Но она не возражала. Ей это нравилось. Дайте подумать. Конечно, будь он аристократ, я могла бы обратиться к сыну, чтобы тот убил его на дуэли, но герцог Дос Палас не может дуэлировать с кучером графини де Марбола. пожалуй, нет. В старые времена все было так просто. Стоило нанять парочку бандитов и в одну прекрасную ночь они бы перерезали горло этой скотине, но после ведения всех этих новых законов у порядочных людей не осталось возможностей защитить себя от оскорблений. Я бы посчитала предосудительным любой выход из трудного положения, если он лишит меня великолепного кучера, процедила графиня. Но если он женится на Пилар, он не сможет оставаться вашим кучером, возмущенно воскликнула герцогиня. Разве вы собираетесь выделить Пилар средства, на которые они смогут существовать? Я до ни единой беседы. Я сразу же заявила Пилар, что от меня она ничего не получит. Пусть голодают, я и пальцем не шевельну. Ну, в таком случае, полагаю, он предпочтет скорее быть кучером. Чем голодать? У меня очень симпатичные комнатки над конюшней. Герцогия побледнела, потом побагровела. Забудем все, что произошло между нами, станем друзьями. Я не перенесу такого унижения, герцогиня. я когда-либо в прошлом оскорбила вас, я на коленях прошу прощения. Герцогиня разрыдалась. Утрите слезы, герцогиня, произнесла наконец француженка. Я сделаю все, что в моих силах. А вы можете что-то сделать? Не исключено. Это правда, что у Пилар нет и не будет собственных денег, ни гроша, если она выйдет замуж против моей воли. Графиня лучезарно улыбнулась. Есть расхожее мнение, что южане романтичны, а северяне люди приземленные. на самом деле наоборот. Именно северяне неисправимые романтики. Я достаточно долго жила рядом с вами испанцами, чтобы убедиться, что вы в высшей степени практичны. Герцогиня была сломлена настолько, что не посмела выказать обиду на столь нелестные замечания. Но как она ненавидела француженку! Графиня де Марбелла встала. Вы получите от меня известие в течение дня. Она твердо дала понять, что аудиенция окончена. Экипаж подавали к пяти часам. И без десяти пять графиня, одетая для выезда, послала за Хусе. Когда он вошел в гостиную своей светло-серой ливреи, которую носил с таким достоинством, графиня не могла не признать, что он очень красив. Не будь он ее кучером, но сейчас размышлять об этом было не время. Он стоял перед ней непринужденно, однако с некоторым самодовольным изяществом. В его осанке не было ничего холопского. Греческий бог, пробормотала графиня. Только в Андалузии встретишь такие типы и громко добавила «Я слышала, вы собираетесь взять в жены дочь герцогини Дос Палас?» Если графиня не возражает. Она пожала плечами. «Мне совершенно безразлично, на ком вы намерены жениться, но вам, разумеется, известно, что у Доньи Пилара нет состояния». «Да, сударыня, у меня хорошее место, и я смогу содержать жену. Я люблю ее. Я не осуждаю вас за это. Она красивая девушка, но я полагаю, вас следует предупредить, что я не держу женатых кучеров. В день свадьбы вам придется оставить это место. Вот и все, что я хотела сказать. Можете идти». Она стала просматривать ежедневную газету, только что прибывшую из Парижа. Но Хосе, как она и рассчитывала, не двинулся с места. Он стоял, уставившись в пол. Наконец графиня подняла глаза. «Чего вы ждете?» «Сударыня, я понятия не имел, что вы меня рассчитаете», сказал он взволнованно. «Вы, несомненно, найдете другое место». «Да, но какое «но»?» резко спросила графиня. Он грустно вздохнул. «Во всей Испании не сыщешь таких мулов, как ваши. Они почти как люди понимают каждое мое слово». Графиня улыбнулась ему такой улыбкой, которая вскружила бы голову каждому, если тот, разумеется, уже не был влюблен по уши в кого-то другого. «Тогда боюсь, вам придется выбирать между мною и вашей невестой». Он переминался с ноги на ногу. Он сунул руку в карман достать сигарету, но, вспомнив, где находится, остановился. Он взглянул на графиню, и на лице его появилась та особенная хитрая ухмылка, которую знают все, кто жил в Андалузии. В таком случае раздумывать не приходится. Пилар должна понять, что это полностью меняет положение. жену найти, пара пустяков, а вот такое место, как здесь, выпадает только раз в жизни. Я не дурак, чтобы расстаться с ним из-за женщины. Таков был конец этой истории. Хусе Леон по-прежнему вывозил графиню де Марбола, но она заметила, что теперь, когда они проносились из одного конца де Лисиас в другой, люди глазели на ее красавца кучера не меньше, чем на ее новомодную шляпку. А Пилар через год стало маркизой де Сан Эстебан. Редактор субтитров 나왔